Приветствую, Сергей. На самом деле, ваш текст, он больше похож на какое-то, знаете, общение с самим собой. Больше. То есть, проблема есть какая-то, какая-то. Я специально говорю, какая-то в процессе своего ответа я постараюсь раскрыть то, какая именно проблема у вас есть. Вот, проблема какая-то существует, но при этом, что вы хотите от психологов? Для чего вы написали вопрос, не бесплатный, то есть, вы там какую-то денежку вложили в этот вопрос? Что вы хотите от психологов получить? Что вам нужно? Это все, вот, мягко говоря, непонятно. И то, что вы говорите, у вас наручены социальные связи, то есть, вы хотите быть конкретной девушкой, ну, я бы сказал, что это, скорее, нечто не связанное с любовью. То есть, ваше желание семьи, вот как вы хотите, как вы хотите семью, да, ваше желание семьи, это, ну, нельзя назвать, на мой взгляд, нельзя назвать любовью, ну, никак, потому что, во-первых, во-первых, семью, хотеть создать семью, это само по себе, и, скажем так, является вашим желанием, именно вашим желанием, вот, и как вы, я надеюсь, понимаете, как бы, девушка здесь, ну, очень-очень постольку, поскольку вообще играет роль, вот, я допускаю тот факт, что, в общем-то, она вам действительно может быть нужна, вот, но вопрос, опять же, заключается в том, для чего она вам нужна, знаете, вот. И ваша, ваша любовь к ней, ваши чувства к ней, к ней, то, что вы однолюб, это все, на мой взгляд, ну, носит такой, очень субъективный характер. То есть, предположим, девочка с вами быть не хочет, а вы с ней быть хотите, если вы ее любите, то, получается, что вы, как бы, не принимаете ее выбора, не принимаете ее отношения к себе, к себе самому, да, а это значит, что вы не принимаете ее, и это, в свою очередь, означает, что, ну, насколько вы ее любите. Что касается социальных связей, то здесь мне ситуация видится так, что вы никогда не принимали себя полностью таким, какой вы есть до конца, и, соответственно, вы, конечно же, не могли принять и других людей тоже. И поэтому, взаимодействуя с людьми, взаимодействуя с людьми, вы, видимо, строили свое общение с ними на каких-то основаниях далеких от эмоциональной привязанности, вот, далеких от принятия себя и принятия другого, опять же, вот, и так далее. То есть, мне кажется, что вам нужно корректировать все-таки именно, именно отношение к самому себе, в первую очередь, что-то оно у вас страдает, вот. Но, вообще-то говоря, было бы неплохо, если бы вы для начала сформулировали свой запрос, и что вы хотите поменять. Потому что, вот, то, что вы используете мат, это свидетельствует о, либо об определенном вашем, значит, напряжении, либо об определенном вашем напряжении, да, вот, либо есть здесь что-то еще, о чем я не знаю, да, то есть, либо это просто ваш, ну, такой, скажем, стиль общения, и вот вы пишете, да, привет, то есть, это, ну, это несколько, несколько такое, знаете, странное приветствие для серьезных людей, вот. И не то, чтобы я хочу сказать, что вы не серьезные, не то, чтобы я хочу сказать, что вы не серьезные, нет. Я, скорее, хочу сказать, что все вот это вместе создает картину того, как вы к себе относитесь. То есть, дело здесь не в том, как вы относитесь к другим пока что, да, там, к нам, например, к психологам и так далее. Дело не в этом. Дело именно в том, как вы относитесь сами к себе. И вот это вызывает, наверное, самые большие вопросы, потому что от того, как вы относитесь к себе, зависит то, как вы относитесь к другим людям. И как другие люди относятся к вам, знаете. И вот то, что вы, получается, себя принимали таким, какой вы есть, да, только до тех пор, пока вы, ну, реально, по вашему мнению, делали то, что нужно было, да, то есть, соответствовали каким-то стандартам своим. Это говорит об определенных условностях, условностях вашего собственного представления о себе. И это говорит о том, что вы всегда себя принимали только лично с определенными оговорками. И вот, собственно, в этом и заключается вся основная трудность, основная проблема, ну, на мой взгляд, конечно, на мой взгляд, конечно. Вот. Давайте мы с вами теперь разберем ваш текст. Значит, за последние 4 года пишите вы, моя жизнь сильно изменилась. Началось все в 11 классе, когда я решил, что нужно фокусироваться на ЕГЭ, на подготовке к ЕГЭ и стал менять свою жизнь. Перестал общаться с большей частью своих друзей, далее страницы ВК, перестал посещать фитнес-зал. Ну, вот здесь, пожалуй, сразу возникают вопросы к вам, да. Вопросы направлены, в первую очередь, на исследование того, что происходит. А именно, вы говорите, что решил сконцентрироваться на подготовке к ЕГЭ. Ну, в принципе, неплохо, если неплохо, что вы решили сконцентрироваться на подготовке к ЕГЭ. Только тонкость заключается в том, что почему вы считаете, что нормально ради этого прекращать общаться с всеми друзьями. Нормально перестать ходить в фитнес-зал и так далее. То есть, по какой причине ЕГЭ для вас стало настолько важно, что вы такое огромное значение стали складывать в ЕГЭ. Вопрос заключается в том, ваше ли это значение или нет. То есть, вы ли сами пришли к этому, ну вот, к этому, можно сказать, пониманию значения ЕГЭ. Или это вам от кого-то пришло. Ну, например, там, от ваших родных, от вашей семьи и так далее. Вот. То есть, это вот такой момент. То есть, что это за друзья такие, с которыми вы перестали общаться и вообще. То есть, по сути, вы наступили себе на горло для того, чтобы сдать ИГЭ. Вот. И вопрос в том, насколько это было оправданным для вас. Я считал, что поступаю правильно и даже гордился собой. Ну, понимаете, вот тоже интересный момент. То есть, удалить людей, перестать общаться точнее с людьми. Ну, здесь, грубо говоря, забить на себя, да, на своё тело, на свой внешний вид, на своё здоровье, по сути дела. Вот. Вы считаете, что вы поступили правильно. Опять же, я вас не виню. Вопрос в другом. Насколько же много значения для вас тогда, получается, имел этот экзамен, имел ИГЭ, что вы считали, что поступали правильно и гордились собой. Вот. Вопрос, который я хотел бы вам задать тоже. А чем вы гордились конкретно? Чем конкретно вы гордились? Что вы, например, что вы действуете правильно, по вашему мнению? Опять же, что есть правильно. То есть, что у вас за система ценностей такая, которая позволяет вот так вот поступать, да, с людьми, с которыми вы общались, с людьми, которых вы, наверное, называли там, я не знаю, своими друзьями, может быть, да, и так далее. Вот. Знаете, какая история? То есть, вот здесь, конечно, тоже нужно понять, что происходило. На мой взгляд, здесь был некий конфликт, который вы от нас практически, ну, скрыли. То есть, я опять же, я опять же ничего не говорю против, да, то есть, я вас не обвиняю, вы не подумайте чего плохого. Обвинять вас, как бы, цели нет. Я хочу, чтобы вы увидели, увидели то, что происходит. Вы говорите, что вы гордитесь собой. Если человек гордится собой, значит, он придает очень много значения тому, что, собственно, делает. Вот. Но, если вы придаете много значения тому, что, собственно, делаете, это значение, суть ваше желание. И вот я хочу, чтобы вы подумали, какие у вас были желания. Ваше ли это были желания в тот момент? Хотели ли, хотели ли, вот, делать то, что вы делали? Или это, этого, например, ну, хотели кто-то другой, например, ваша семья, может быть, и так далее. Вот. То есть, чем конкретно вы гордились и чего конкретно вы хотели? И почему то, что вы хотели, несовместимо с тем, чтобы другие сферы, сферы своей жизни, значит, ну, реализовывать? Вот. Есть, конечно, такое, скажем так, подозрение на то, что вы не обладаете достаточным ценностным аппаратом. То есть, у вас ценности недостаточно организованы, скажем так, чтобы, вот, расставлять приоритеты и грамотно это все совмещать. То есть, у вас, видите как, вы либо учитесь, да, либо вы ходите в спортзал, либо вы, соответственно, не ходите в спортзал, либо вы играете, там, в игры, вот, либо вы не играете в игры и занимаетесь только-только делом. То есть, у вас такие вот урывки какие-то имеют место быть. И это говорит о том, что вы себе, по большому счету, да, не позволяете, вот, делать все более-менее равномерно. А это как раз таки и является, собственно, тем, что мешает. Это и является основой невроза, который у вас, судя по всему, наблюдается. Невроз, это подавление себя, подавление своих желаний и, по сути дела, искусственное поведение, если можно так выразиться. Дальше. ЕГЭ сдал отлично, получил государственный грант на выбранную специальность. Ну, опять же, непонятно, нравится вам эта специальность, не нравится вам эта специальность, как вы к ней относитесь, видите ли вы себя в этой профессии, не видите ли вы себя в этой профессии. Примерно в это же время влюбился в девочку, и на этот раз по-настоящему до этого неоднократно был в отношениях с другими девочками. Ну, здесь, конечно, тоже, на мой взгляд, очень важный момент. Вы говорите, влюбился в девочку по-настоящему. Вы говорите это так, как будто вы являетесь единственным мерилом, собственно, как бы истинности любви. Знаете, какая история? Может быть, может быть, может быть, вы влюбились по-настоящему. То есть, ваши чувства могут быть настоящими, но что они значат, эти чувства, это вот, на мой взгляд, большой вопрос. То есть, нужно, чтобы вы себе сами на это ответили. То есть, что значат мои чувства? Каким действием они меня располагают? Какие действия подразумевают мои чувства? Да. Ну вот. Что я хочу? Да? Вот. Дальше. Учёба в университете давалась легко, записался на пауэрлифтинг. Зачем? Прочил скрупулётно следить за питанием. Зачем? Короче говоря, жизнь пошла в гору. Да нет. Если вам учёба давалась легко, если вы записались на пауэрлифтинг, и стали следить за питанием, это не пошла жизнь в гору. Вы... Если только вам не нравится спорт, если только вы не получаете удовольствие от спорта. Но, как мы видим, от спорта удовольствия вы не получаете. По крайней мере, такого, какое было бы необходимо вам для того, чтобы чувствовать себя комфортно, да, и чтобы заниматься этим на постоянной основе, а не при, например, ну, не при наличии условий каких-либо конкретных. Как это у вас вот происходит на данный момент, сейчас. Знаете? Какая история. То есть, ну, опять же, если ваше представление о том, что жизнь идёт в гору, сводится только к этому, да, к учёбе, к... Значит, к пауэрлифтингу, то это весьма узкий взгляд на свою жизнь в целом, потому что это развитие как духовное, так и физическое. Это занятие любимым делом, то есть тем, что вас действительно привлекает. Вот. Привлекает ли вас то, что вы делаете, непонятно, потому что вы об этом ничего не пишете. Вы ничего не пишете о том, как вы относитесь ко всему тому, что вы делаете или делали. То есть, то, что вы делали, да, это понятно, что вы делали. Но как относитесь к этому, непонятно. Субъективная сторона неясна. Знаете? Вот. И потому мне, собственно, кажется, что вот здесь нужно всё-таки разбираться именно с этим. Какие чувства? Что вы хотели? Получали ли вы удовольствие именно от процесса или вы стремились всегда к результату какому-то, понимаете? Если к результату, то, соответственно, почему для вас важен именно результат, ну, или только результат? А по какой причине вы недооцениваете, скажем так, процесс, ведь процесс тоже очень-очень важен. Вот. Понимаете? Дальше идём. Значит, так, всё продолжалось до тех пор, пока в середине первого курса я не пригласил девушку встречаться и получил обказ. Ну, во-первых, здесь сразу несколько аспектов. Если вы влюбились в девушку и прошло достаточно, ну, количество времени, по крайней мере, по вашему тексту, между тем, что вы в неё влюбились и тем, что вы предложили ей встречаться. Вот, поскольку между этими двумя событиями прошло определённое время, то у меня здесь возникает вопрос. Вы с девушкой общались всё это время, что вот вы в неё, например, влюбились, то у вас к ней были чувства? Вы вообще общались с той девушкой, в которую вы, собственно говоря, влюбились? Вы знали, знаете или знали, что это за человек такой? Вы понимали, с кем вы имеете дело? У вас было с ней, с девушкой я имею в виду, что-то общее, именно общее что-то у вас было с ней, что-то общее, что бы, что объединяло бы вас, что как-то, как-то делало вам, ну, делало вас, точнее, ближе друг к другу. Когда вы девушке предлагали встречаться, вы на что рассчитывали? Вы рассчитывали, что она вам, ну, даст согласие? Почему? Рассчитывали ли вы, что она ответит отказом? Если да, то как тогда у вас возникла такая реакция, если нет, то почему? То есть, понимаете, вот, такое впечатление, да, что вы девушку свою воспринимаете как, ну, просто как, вот, как женщину, знаете, просто женщина, просто представитель гендера определенного, и все. То есть, это не, не человек, не личность, это просто представитель гендера. Вот. И если так, если так, то мне кажется, что это как минимум нуждается в определенной корректировке. Вот. И, собственно, в изменении отношения и к себе, и к девочке, с которой вы взаимодействуете, да? Вот. Вот. Может быть, это потребует от вас акцентирования внимания на тех аспектах, в отношениях с ней, на которые вы до этого не обращали внимания. В частности, на том, что может потенциально вас объединять. Не обязательно с ней, а вообще с любой девочкой. Далее. Вы пишете о том, что неудачно выступили на соревнованиях по пауэрлифтингу. Опять же, неудачные соревнования по пауэрлифтингу не значат ничего, особенно в, значит, спорте. То есть, спорт – это игра, спорт – это есть победитель, есть побежденные и так далее. Вот. Знаете, какая история? И, ну, выступили вы неудачно на соревнованиях по пауэрлифтингу, ну и, собственно говоря, что такого? Почему вы восприняли это так болезненно? Потому что, вероятно, ожидали какого-то результата. Что опять же говорит, что некоторые свои желания вы пытаетесь реализовать через спорт. Но в таком случае для своих желаний вы выбрали крайне ненадежный способ реализации. Дальше. Ну, далее вы пишите, что это было плохо. Я был очень подавлен, впал в депрессию. Подавлен чем? Если вы впали в депрессию, то депрессия – это серьезное заболевание, которое должно быть диагностировано врачом. И вам в этом случае должно быть назначено соответствующее лечение. Понимаете? Если лечения и диагноза нет, то можно ли говорить о том, что у вас депрессия? Нет. Нельзя. Тогда тогда получается, что то, о чем вы говорите – это не депрессия, это депрессивное состояние. И вполне возможно, вполне возможно, что это самое депрессивное состояние стало результатом ваших желаний. То есть, вы хотели подсознательно расслабиться и подсознательно вы хотели, ну, не знаю, порегрессировать. То есть, побыть и пожить просто для себя. То есть, вы уже подсознательно, да, искали для этого, ну, повод, искали для этого причину. И вот причина нашла. Почему? Да потому что совершенно очевидно, что вы все это время жили не для себя. Или жили, раньше вы жили для себя, а теперь, ну, вот, когда готовились к ЕГЭ, вы перестали это делать, долгое время не делали, не делали, да, заскучились по, ну, поэтому, и теперь вот искали повод для того, чтобы это сделать. И вот это сделать, знаете. То есть, похоже на то, что вы просто хотели отдохнуть. Вот. Ну, именно вот в том, что касается этого момента. Далее, значит, вследствие чего начал играть в доту. Ну, вам не кажется немного странная связь депрессия, подавленность и игра в доту. Если вы играете в доту, значит, вы хотите быть частью чего-то большего. Кстати, если вы пишете, что вы играете в доту, то надо бы пояснить, что это за игра, ибо далеко не каждый знает, что это за игра. Ну, я имею в виду, не каждый специалист знает, что это за игра. Я вот знаю, а другие нет. И с точки зрения психологии, то, в какую игру вы играете, имеет очень большое значение. Вот. Вы не пишете, что это за игра. То есть, вы поясняете, что это компьютерная игра онлайн, а что это за игра, нет. Вот. Но это, это командная игра. Значит, вам хочется быть в команде, вам хочется быть частью чего-то большего, и вам хочется чувствовать себя значимым. А без этого вы себя значимым не чувствуете. Не разрешаете, не позволяете себе, себя таким быть. Вот. Забил на учёбу, питание и спорт. Так, если забили, значит, вам это не нудно было. Для чего вы учите? Потому что это нудно вам, якобы. Для чего вы питаетесь? Потому что это нудно вам, якобы. Для чего вы занимаетесь спортом? Потому что это нудно вам, якобы. Если вы можете у нас всё это забить, значит, это не важно. Либо вы это делаете чересчур много, чересчур, эээ, ну, чересчур плотно этим занимаетесь. Понимаете? В течение следующих двух лет каждый мой день приходилось следующим образом. Просыпаюсь в обед, садюсь играть, значит, и ночью ближе к трём ложюсь спать. Ну, не знаю, я вам могу сказать, что лично я ложюсь позже. В трёх часов у меня клиенты живут за границей, да, то есть, ну, не в России, вот. И у них, да, соответственно, время другое, иногда я ложюсь под утро. Вот. В этом ничего такого страшного нет. Если вам комфортно просыпаться и ложиться в это время, всё проблема. Вот. Другое дело, что вы играете, другое дело, что вы играете, это уже другой вопрос. Но опять, в течение двух лет вы играли. Вы ещё хотели, вы хотели играть? Или чего вы хотели? Вот что меня, собственно, волнует. Что вы хотели для себя в этот момент? Питался раз в два-три дня. У вас на питании, прям, отдельный пунктик, я бы хотел, чтобы вы пояснили, что для вас наше питание и почему вы такое значение ему придаёте. Стал грубым мыслом. Но это не удовлетворено, потому что играете вы в игру, чтобы быть более значимым, да, а более значимым вы не становитесь. И отсюда, соответственно, грубо связывалось. В семье начались регулярные скандалы и ссоры, и виновным в них я считаю только себя. Ну, понимаете, вообще, да. Я думаю, что есть у вас вот эта вот черта, связанная с тем, что вы либо, либо вы себя, значит, как-то возвеличиваете, вот, либо вы себя, значит, превозносите, либо вы, значит, ну, себя как-то вот хвалите, либо вы себя ругаете. То есть, у вас нет такого, у вас нет такого, чтобы вы относились к себе, ну, сколько-нибудь именно адекватно. То есть, именно адекватно относиться к себе. У вас как-то, ну, вот не получается, на мой взгляд. То есть, вы относитесь к себе либо очень хорошо, когда вы делаете все, что по какой-либо причине кажется вам, ну, я не знаю, правильным, например. Либо вы относитесь к себе очень плохо, когда делаете, собственно, то, что вам кажется неправильным. А вот такого, чтобы вы себя, вы относились к себе адекватно, адекватно, то есть, да, ну, чтобы, чтобы вы как-то все-таки, ну, к себе хорошо относились. То есть, и не плохо, и не хорошо. Такого у вас нет. Это называется взрослое отношение. Вот. И, соответственно, все ваше поведение здесь, да, оно в том числе может быть и следствием того, что вы себя наказываете таким образом за то, что не совершили тех успехов, которые должны были. То есть, с девочкой быть в отношениях, да, соревнования выиграть обязательно. С каких пор, для чего, зачем, непонятно. Вот. Далее. Далее. Вы говорите, что вы виновны в скандалах, которые происходили дома. Понимаете, скандал всегда несколько человек. И я не думаю, что справедливо и правильно считать, что только вы виноваты в том, что происходило между вами и вашими родными. Вот. Я не думаю, что, ну, что справедливо так считать. Хотя бы потому, что родные могли с вами не ссориться, но они этого не делали. Поэтому, пожалуйста, свои чувства вам нужно разделить ровно на, ну, как бы напополам, свои чувства именно по отношению к другим, значит, людям. Вот. Потому что не только вы, не только вы ответственны за то, что происходит в ваших отношениях с людьми. Так что, ваша позиция, что виноваты только-только вы, это деструктивная позиция. Но и позиция, что вы вообще не виноваты, также, также является деструктивной, ну, просто потому, что это также не является правдой. Вот. Я надеюсь, что вы поняли основную мысль, да? Мысль в том, что ссоритесь не только вы, но и ваши, ваши родные. Дальше. Идём. Начались мысли от Схвициди. Ну, то есть, это вот продолжение от того, что вы играете, не питаетесь, на всё забиваете. Это, соответственно, наказание и стремление к смерти. Вполне вероятно, что данный сценарий, данная цель, она была вложена вам, вашей семьёй, ещё раньше, в детстве, когда вы начали фокусироваться на подготовке к ЕГЭ. То есть, вы говорите, нужно фокусироваться, кому нужно, непонятно. Дальше. Значит, Схвицид это навязчивые мысли, вот, которые вы не можете контролировать. Навязчивые мысли это запреты, соответственно. Вот. Вы пишите, что решили проблемы с семьёй, я не очень понимаю, как вы их решили. Вот. Из альфа-самца я стал ничтотицем. Ну, это всё, по сути, ярлыки, которые вы сами на себя навесили. Всё это, по сути, стереотипное восприятие себя, и нужно работать с причинами, источниками этих самых стереотипов. То есть, с чего вы, например, решили, что вы альфа-самец? Откуда стремление стать альфа-самцом? Для чего вам это? Зачем вам это? Почему вы считаете, что вы ничтожество? В какой стати? То есть, вас, знаете, мотает из одного в другого, из одного полюса в другой. Сейчас я на грани. На грани чего? У меня нет друзей, вообще нет. Я сам всех их бросил. Почему? Я постоянно зло и недовольный, неудовлетворённость. Да, об этом я уже говорил. Я устал. От чего? Что отнимает ваши силы? От прыжка в окно меня отдерживает только мысль о том, что этим целом я причиню боль своей семье. Ну, я полагаю, что отчасти здесь и скрывается одна из причин. Она заключается в том, что вы делаете что-то для других, но ничего не делаете для себя. Вот и вопрос заключается в том, что бы вы сделали для себя, что вам нужно для себя. Да вы даже к девушке, судя по всему, привязанесь чересчур, потому что в ней вы находите то, чего вы не находите в себе. Вот отсюда, соответственно, вопросы можно задавать по поводу того, а для себя ли вы фокусировались на ЕГЭ, а для себя ли вы ходили в спортзал, ну, для себя ли вы занимались питанием и так далее, и так далее, и так далее. Чьи ожидания, грубо говоря, вы пытаетесь оправдать? Чего я хочу? Хочу конкретную девушку, хочу создать с ней семью. Что значит хочу конкретную девушку? Девушка это не игрушка, это человек, и если она не хочет с вами быть, ее нужно уважать. Противно, в случае это не любовь, а потребность. Хочу создать с ней семью. Зачем? Семья вам зачем? Именно семья, не с ней, а просто семья. Если вы даже не работаете еще и так далее. Считаю себя однолюбом. Опять же, однолюб это человек, который любит одного человека, допустим. Но если человек, которого любит однолюб, его не любит, то человек в первую очередь любит себя. Однолюб это не самопожертвование. Собой. Что я для этого делаю? Я уже десятки раз пытался обратно стать человеком, но постоянно срывался. Я полагаю, что вам нужно сейчас себя признать человеком, и тогда вам будет гораздо проще. Между прочим, девочка сказала вам, когда вы были на пике, что говорит о том, что дело не в этом. В последний раз мне просто сорвало крышу от этих круговоротов, и я просто разбил ноутбук. Но я полагаю, что это не одно и второе, потому что вы опять же себя подавляете, обвиняете, и они ни от чего не получаете удовольствия. Я начал нормально питаться, посещать университет, опять у вас пропитание. Вот. Привозил себя в порядок, но сколько я предусмотрен на этот раз, не знаю. Так, а вот понимаете, да, то вы постоянно боретесь с собой, что нужно отделить ложное от того, чего вы действительно хотите. Нужно научиться слышать свои желания, а не делать то, что вы считаете нужным и так далее. Я собираюсь добиться своей цели. Какой? Но в голове постоянно возникает вопрос, если ничего не получится. И это нормально. Это нормально. Может не получиться, потому что она... А если вы про девочку, то... Как бы девочка может вам отказать и имеет полное право. А вот вы ей такого права почему-то не предоставляете. И возникает вопрос, а если вы человеку не предоставляете право, то любите ли вы его? Далее вы пишите, если не успею, не успеете что? То есть понимаете, вы не допускаете для себя проигрыш, вы не допускаете для себя неудачи, а это является основным критерием мышления неудачника. То есть вам нужно рассчитывать на проигрыш и исходить из того, что вы можете проиграть. Вот. И отделяете, собственно, ложное от того, что является истинно вашим, по-настоящему вашим и так далее. И перестать воспринимать людей, в том числе и девочку, как средство для достижения своих целей. Другие люди не отвечают за то, что вы хотите и за то, что вы считаете своими целями. В итоге, работа со наценкой, с принятием себя, освобождение от запретов, работа с интроектами, вот. У вас очень много, то есть это ложные какие-то знания, которые вы усвоили целиком, без фильтрации. Вот. И развитие взрослого эго состояния в вашем сознании, потому что у вас ребенок и взрослый схватились в очень смертельной борьбе. Вот. И по сути это приводит к тому, что испуганный, испуганный ребенок хочет убежать от всего этого, например, в виде суицидов. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует. Продолжение следует...